Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Ну что, Новый год продолжается и праздник, и, собственно говоря, 2020 год уже наступил. Но мы знаем, что с некоторых времен мы еще любим отмечать и китайский Новый год или восточный Новый год. В этом году, 25 января, ну, по крайней мере, так говорят специалисты, должен наступить год крысы. И не просто крысы, а год металлической крысы, что для крысы особенно, наверное, интересно, о чем вы узнаете чуть позже. Ну и, конечно же, стоит отметить, что вот в этом китайском календаре крыса первая среди всех остальных животных. Так что мы, видим, открываем какой-то новый цикл. И впервые в нашей программе в «Открытом диалоге» сразу такое огромное количество замечательных существ, которые называются крысами. И среди этого обилия нам никак не разобраться с экспертом, с человеком, который знает об этих мелких, в данном случае мелких грызунах практически все. У нас в студии специалист по уходу за животными Алексей Иванов-Зеленцов. Здравствуйте, Алексей. Добрый день, приветствую. Ну, во-первых, скажите, вы верите в восточный гороскоп? Да, именно в восточный, потому как Восток, именно Индокитай, точнее даже Китай, это прародина всех крыс на земле. То есть крысы пошли оттуда. А правда говорят, что крысу и человека что-то вот, ну, соединяют? Есть что-то у нас общее с крысами? Есть что-то такое, ну, если покопаться? Ой, пожалуй, я тогда уже добавлю, уж если что объединять, то это крысы с матросами. Ага. Потому как именно когда человечество открыло для себя и научилось строить лодки, корабли, крысы с их помощью, с помощью экипажа кораблей и судн отправились в путешествие по нашей планете. Соответственно, как происходили все великие географические открытия. Потом они достигли Америку благодаря Колумбе и всем прочим. Хотя у крыс и у матросов разные взгляды на то, что судно везет и имущество команды, но тем не менее именно человечество, то есть матросы... Помогли нам, всем, что у нас есть крысы. Везде и всюду, за исключением Антарктиды, конечно, и Арктики. Чуть позже я подготовил специально, что гороскоп обещает. Но один из гороскопов, потому что их много в интернете, самых разных. Нет такого единого стопроцентного. Но все утверждают, что действительно будет год металлической крысы. Мы же пригласили Алексея для того, чтобы развеять некие мифы и побольше узнать об этих животных, об этих грызунах, которые многим, прямо скажем, не нравятся. Вот давайте сразу первый вопрос, Алексей. Правда, что существуют крысы, вот как бы мы сказали, домашние такие, которых вы к нам сюда привезли. Кстати, сколько их здесь, даже мне не сосчитать, какое-то огромное количество. И существуют крысы, ну скажем, дворовые, вот те, которых мы где-то боимся в глубине души. Это правда? Уличные дикие. В чем разница-то? И все-таки правильно, уличных надо остерегаться. Я сейчас не буду уже повторять аксиомы этого, разносчики их, эвукусы, разносчики очень серьезных заболеваний, которые, в общем-то, приводят и к смерти человека. Несмотря на то, что их продолжительность жизни всего лишь год, уличных крыс. Они успевают за это время многое. Да. И они очень плодовиты. Но, тем не менее, для человеческих, кроме как болезней, разносчиков являясь собой, и как транспортное средство для различных бацилл и насекомых, но и также и кормовой базой являясь самим. И, кроме того, способность все, грызь, разрушает их карли. То есть в воровых крысах ничего нет хорошего? В уличных, в диких. Да, в диких. Ничего нет хорошего? Ничего нет. И стоит все-таки опасаться, особенно для детей. Мы сегодня будем говорить о крысах, которые сегодня у нас гостят в программе «Открытый диалог». Кого вы к нам привезли? Что это за такие милые существа? Это декоративные крысы. И, собственно, явились они в мир благодаря тому, что человечество не только крысы распространяло по всем континентам, но и боролось с ними. Мы вспомним, что, конечно, как и были чума и все прочее. К тому же крысы не только плодовиты, они всеядные. Как и живой корм, все прочее. Кроме того, они переплывают реки, не боятся воды, умеют хорошо плавать, держатся на воде по несколько часов, и даже по несколько десятков часов. То есть как в Средневековье преодолеть Рейн, Дуна, это для них и для полчаса крыс не было какой-то сложностью. То есть это правда, это не миф? Да. То есть они это могут? Да, это совершенно так. И уже как-то разникала цивилизация, и уже получались профессии, люди, которые занимались крысоловством, уничтожением крыс. Декоративные крысы появились для того, чтобы на фоне, вернее, борьбы с дикими крысами. То есть это как пример, это, ну, как по басенке, хотя это действительность, это и было в Лондоне в свое время, ну, примерно в 1820-х годах, жил человек Джек Блэк, человек с тросточкой в котелке, в чем черный. Профессия-то была не столь растеряненная, как трубачист, но весьма повсеместно, и в Лондоне, и в больших городах, и даже в каком-то плане состоятельная и чтимая. И по воле случая ему доставалось, учитывая по кварталам Лондона, задымленного и туманного, он вылавливал крысу, уничтожал их, в общем, попадались ему альбиносы. То есть белые крысы, идеально белые, абсолютно белые, с красными или рубиновыми глазками, это привело на жизнь продавать их, как диковинки, за хорошие денежки. А вели они себя по-другому, не как дикие крысы? Нет, именно так же, были то же самое состояние, но держа их в белящих клетках или в каких-то иных клеточках, в общем-то, хороших, чугуна, в общем-то, это стоил товар, и было зрелищно. То есть, грубо говоря, не крыса, которая была альбиносом, она, в общем-то, себе гарантировала жизнь. Да. Вот это главный такой момент. И стала объектом товара, продажи, да, то есть люди начали это приобретать. Да, но сперва как диковинник, еще не являющий, соответственно, декоративной крысой. И, конечно же, в моде были и бега крысиные, как правило, этим занимались и крысоловы, и особенно было в Англии так же модно, это как собаки, бои собак с крысами. Ой, выпускали стерьеры, готовились ямы. Вот жизнь тяжелая у крыс-то была. И что интересно, именно оттуда и пошло в нас ежик, пришло, конечно, в международный, с английского шоу, зрелища. Некоторый владелец некоторого такого вот состязания, боев собака, Джимми Шоу. Он скопировался с Блэком, и получилось, что крысолов, и все, которые представления делают... Стал подставлять, и они стали содержать крыс для разведения. И оттуда уже, от этих альбиносов, пошли различные мутации. Ну, в пользу человека в данном случае, что они стали безопасными. Это еще, конечно, не наступило момент, потому что серьезная селекция, она наступила позже. Но от Джимми Шоу произошло слово шоу, вот это зрелище, представление, которое вошло в обиход во всех языках. Правильно я понимаю, что тогда нас в 2020 году ожидает много шоу? Я надеюсь, в положительном смысле этого слова. Ну, раз в год крысы. Раз слово шоу произошло от этого. Ну, если это благоприятное, радостное зрелище, то, конечно, и для людей это шоу будет приятно. И не только крысиные. Кстати, прежде чем продолжим разговор, мы не зря сегодня в таком новогоднем наряде, и не зря у нас такое огромное количество этих замечательных животных, они как-то притихли. Мы чувствуем, что прямой эфир. Вообще замерли, посмотрите. Чекст повторяют. Да, текст повторяют. Вот, у вас, дорогие друзья, есть сегодня уникальная возможность. Впервые в истории Алексея Иванова-Зеленцова, как он сам сказал, мы в конце нашей программы сегодня проведем розыгрыш. Сейчас модно, помните, было у нас всевозможные футбольные соревнования, не только футбольные, когда с помощью различных животных пытались узнать счет матча, кто станет чемпионом. Осьминоги. Мы же предлагаем вам в течение нашей сегодняшней программы очень, правда, реально хорошо продумать все свои желания. Можно выбрать какое-нибудь одно желание. Причем я предлагаю вам выбрать желание такое, знаете, которое практически невероятное. И в финале нашей сегодняшней программы мы здесь при помощи нашего гостя проведем эксперимент. Будем кормить крыс стальных. стальных крыс, которые у нас с вами, если выберут там, где еда будет спрятана, в одной из специальных мисочек, о мисочках мы тоже позже поговорим, тогда ваше пожелание сбудется. А если они не выберут еду из этой мисочки, которая у нас будет отмечена специальным знаком, ну, значит, тогда желание не сбудется. Все по правде. Поэтому сейчас думайте о желаниях, а мы возвращаемся к мифам. Итак, вот если я подниму гороскоп, нам пишут здесь, что это год металлической или стальной крысы. Насколько мы знаем, крысы как раз с металлами-то дружат. Могут что-то перегрызть нам крысы. Они, в общем-то, специалисты, если так сказать, с точки зрения человека, предпочитают цветные металлы. То есть, по зубам. Олово, серебро, медь. А что не по зубам? Сталь, чугун. Сталь, чугун. То есть, если у вас что-то стальное, чугун, тогда не сидят крысы. Серебро, конечно. Но зато, раз название год металлической крысы, это говорит о том, что год, наверное, будет таким у нас, надеюсь, в хорошем смысле слова, металлическим, железным. Дальше. Златина, серебро, золото, мягкие металлы. Да, ну и потом, обратите внимание, опять же, гороскоп китайский утверждает, что счастливые цвета у нас с вами будут синий, золотой, зеленый. Счастливые цифры 2, 3. Счастливые цветы лилия, африканская фиалка. Вот скажите, а что для крысы является счастьем? Вот для декоративной крысы. Вы сказали, что дикое живет год, а декоративное, по-моему, 3 года живет, да? 3 года. Да, да. Вот как они счастливы жить? Вот я к чему этот вопрос задаю? Считается, что декоративные животные, они все какие-то слабенькие, ну, все не по-настоящему. А вот дикие, они, ну, настоящие. Это миф? А вот здесь как раз обратное. То есть, когда уже с начала 19 века в США, в Америке, начали разводить уже крыс, как для лабораторных, в общем-то, они отбирались, это сложная селекция. Несомненно, у них были разглушены качества, так как агрессивность. Они стали крупнее, они не боятся новой еды, другой кормовой базы, резкой перемены. То есть, дикие крысы, они всегда настороженно к любой другой еде относятся, а декоративные крысы очень смело реагируют на смену кормовой базы. Но они только крупнее и более активны, и даже вместе с тем, и как факт, более плодовитые. Правильно я понимаю, что благодаря тому, что они стали декоративными, человечество смогло им увеличить жизнь почти в три, ну, если один год, да, и три года, да, в три раза получается? Да, несомненно. Но, опять-таки, это потому, как они стали уже, соответственно, несколько другого вида. Это не значит, что мы поймаем на улице крысы, создадим ей такие же условия, водичка, еда, тепло, уют, и она будет жить три года. Нет, это и в поколение. То есть, это уже совсем другое животное, можно так сказать? Да, практически, да. Другое животное, которое, и человек уже к нему по-другому относится. Вот я сейчас считаю, вот здесь у нас раз, два, три, четыре, тут даже, по-моему, пять или шесть, одна совсем, не знаю, одна или один заснули. Кстати, мальчики, девочки здесь, вы нам кого привезли? А все, и мальчики, и девочки. Ну, давайте мы разберёмся, кто же находится в нашей такой новогодней крысиной клетке. Кстати, клетка, видите, у нас самая редкая в мире клетка, у нас спокойно крысы могут выходить, возвращаться. Так что у нас для них полная свобода. Через некоторое время вернёмся в студию. Напомню, что у нас сегодня в гостях специалист по уходу за животными, Алексей Иванов-Зеленцов. И говорим мы о крысах, о крысах декоративных, и пытаемся развеять мифы. Оказывается, если отбросить в сторону крыс диких, вот этих вот, которые на улице живут, то с декоративными крысами вполне можно себе и договориться, и ужиться. Тем более, наступающий год крысы. Напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Продолжаются наши такие постновогодние-новогодние зимние эфиры. Тем более, что 25 января по восточному гороскопу вступает в свои права год крысы. Крысы металлической, или, как другие говорят, год стальной крысы. Есть ещё название год синей крысы. А кто-то говорит, что год мыши. Но вот наш гость Алексей Иванов-Зеленцов говорит, что всё-таки по восточному гороскопу именно год крысы. Крыса и мышь – вечная проблема. Кто круче-то? Конечно, крысы, потому что, опять-таки, напоминаю, крысы, прародина крыс – это Китай и часть Индии, которая, в общем-то, и если даже в буддийской религии, в буддийской религии есть отдельные храмы, где живут крысы. Мышки не удостоены такой чести ни по-японскому, ни по-китайскому. Но ведь тоже есть мыши, которые декоративные, и мыши, которые не декоративные. Да, конечно. Но это уже, скажем, другая песня, «Я здесь о крысках». Конечно же нет. То есть вы специалист по крысам. Да. А по мышам, или по мышам, вернее, другие будут специалисты. Грызуны. Да. Но многие называют не крысы, а криски. Криски. Да. Почему? Ну, так, это помягче, и нет такого прямой параллели с теми, которые по улицам. Хотя, признаться, я изредка, когда пью конфику, где-то на улице пробегает крыса, у них, я забыл, еще есть одно свойство у крыс, у диких, иногда пытаюсь определить возраст или даже пол в эти секунды. Крысы боятся бегать в пространстве, если у них одна сторона пространства не закрыта и не ощущается. То есть выбежать на пространство, ну, футбольное поле для них на перекресток, какое-то отделение, для них это панический страх. Они должны видеть с одной стороны стенку, скажем так. Ага. Как направление бега. Ну, хорошо, вернемся к нашим замечательным. Сколько вы нам принесли крыс сегодня вот сюда в гости? Признаться, может быть, это как-то и неряшливо, но я не знаю. Ну, штук, штук, в штуках можно омерить, да, или как? В особях. В особях. Да. Десятка-два. Десятка-два, представляете? И разновозрастные. От четырех недель, которые вернутся еще к вами, малыши, едут сейчас они, скажем так, в творческой командировке, и до трех месяцев. И за исключением старшие есть тут, она в гостях. Заснула тоже. Ей полтора годика, Дельфа. Полтора годика, то есть это на человеческий возраст примерно 40 лет, да? Ну, да, пожалуй, да. Половина жизни как-то условно. Сколько вот выводится, как вообще вы их содержите, как семьи живут, каждая в своей клетке, как это происходит? Их потом забирают, детей куда-то отправляют. Вот сейчас нас, может быть, детишки смотрят, как это? Потому что это замечательные компанейские друзья, или как мальчики, девочки. В каком-то, если вы берете, если будете брать, но я сразу скажу, прежде чем решиться содержать мальчика и девочки, не забывайте, они плодовитые. В общем-то, заводчики, которые содержат крыс и очень хороших, ну, действительно, потому что пород порядка полутора десятков различных, это весь и по различным критериям идут, и цвет шорстки, и глубина шорстки, в общем, различные вариации есть. И они стараются, чтобы как можно меньше приносило приплод мама, скажем, то есть крыска какой-то породы, то есть, чтобы не изнашивался организм, вот так вот скажем. Ага, тогда она три года проживет сто процентов. То есть декоративная семья, это папа, мама, и сколько детей? Ну, здесь уже приплодов обычно бывает один, два, ну, в общем, в среднем это 10-15 штук. Нет, нет, это значительно. 10-15? Ну, я их никого не буду, но они очень интересны, они хорошо приручаются, откликаются не только на свое имя. Конечно, если у вас не обилие, в общем-то, несколько крысок, одна, две, но это социально, социум животное, им нужна стайка, то есть компания. А вы прямо вот каждому даете имя и каждому различаете, кого, как зовут? Ой, признаться, нет, потому что малыши потом уезжают. Вот вы, ну и... К другим, к другим местам. Местам жить, да. Хорошо, а существует какая-то в мире, я не знаю, там ассоциация, вот посвященная именно вот декоративным крысам, что именно только они этим занимаются, там изучаются разновидности и так далее? И сколько существует сегодня разновидностей декоративных крыс? Кроме лабораторных, то есть если декоративных, это где-то 1900, начало 19 века в Филадельфии, в США, начались сделаться клубы, создаваться клубы по декоративным, хотя они уже были, выведены были в институте, различных окрасок, но не различных, а уже явно декоративных, как селекционные. Проводились селекции на десятках тысячи, через поколения, поколения, поколений. И теперь ныне существует множество в каждой стране крупных, есть ассоциации, клубы и международная федерация. Разновидности есть, вплоть до того, что есть сфинксы. Породы крыс, но учитывая то, что каких-то ими замысловатым не придумали, большинство пород крыс вносят собачьи названия. Да вы что? Сфинкс, хаски. Да? Да. Ну, то есть, если вы не хотите заводить большую собаку, то можете вполне себе сказать, у меня хаски, а на самом деле это будет крысёныш маленький. Да, но дело в том, что окрасочка или капюшончик и какой-то рисунок вокруг глаз или на мордочке будет напоминать мордочку хаски. А, как интересно, как удобно. Да, а сфинксы это голенькие, как вот кошка-сфинкс. Известный случай, ну, буквально по пальцам пересчитать, рождение бесхвостых крыс. Вот, кстати, хвост крыс-то зачем? Ой, это крайне... Это не продолжение, это я бы даже назвал... Это не продолжение позвоночника, это отдельный орган. Прежде всего, это балансир. Даже в каком-то смысле она помогает крысам осуществлять полёт, потому что они делают хорошие прыски в высоту где-то до метра. И ещё, крайне, это мы наблюдали у всех животных. Писы, кошки накрываются хвостиком. Но это и у других, и у множественных. Это регулятор теплообмен. Вот, кстати, Алексей сказал мне за кадром, что крысы с другими... С кем не могут они соседствовать? Если вы берёте... И дружить. Решив завести себе, как называется, питомство и питомца-друга, вы определяете, это действительно замечательные зверьки. Они не кусаются. Я ещё раз повторю, декоративная селекция, в общем-то, они в притупленные чувства, инстинкты враждебности. Главное, чтобы это не было как в том анекдоте. Ищу мужика, который мне предлагал котёнка, а получился медведь, помните? Или что это там такое? Да, потому что это помню на сетях, а получился медведь. То есть нужно понимать, что должна быть декоративная крыса, что к ней нужно относиться как к домашнему питомцу, к домашнему животному. К коту, кошке. Вы говорили, что она не может сотрудничать с другими грызунами. Этого не стоит делать, да, это опасно. Малыши, если, как мы знаем, с возрастом и собака, и кошка, находят друг друга и становятся приятельские, родственные отношения. Также и крысы хорошо уживаются с собаками, с кошками. С кошками? С кошками, да. Декоративная крыса с кошкой? Да. Ух ты. Единственное, надо быть осторожнее, если в вашем доме есть кошка-мама. Здесь пересилит инстинкт, потому что крыса – это опасность. Нет, напротив, крысы, это надо принести котятам, чтобы они поиграли. А, как игрушка. Это есть такая опасность. И нельзя, конечно, крыс держать рядом, и любое несчастье может всегда произойти. Это если у вас шиншиллы, хомяки, вот из любых грызунов, тоже маленькие, те же самые морские свинки. В общем, для крыс нет, это вражда. Это, то есть, работает даже у декоративных, у которых, как я говорил, но не притуплены охотничьи инстинкты, потому как они всегда находятся сыты, нуждаются в водичке, но очень над ними надо следить. Водичка необходима, крысы без водички не могут. Ну, как и человечки не могут без водички. Для них это еще более обостренно, хотя я говорил, что крысы хорошо плавают, и, конечно, они живут там, где есть вода. Хорошо, мы сейчас плавно будем переходить уже к проведению нашего эксперимента, но прежде, вот скажите, очень часто мы видим, чаще всего, молодых людей, которые носят крыску у себя вот здесь где-то, она вот тут почти как приклеенная. Это что такое вот? Это же вот эти самые декоративные крыски, белые, и это такой вот вызов обществу, что ли? Нет, я не думаю, честно говоря, я сам иногда... Ну, нет, это не только вы себе где-то в окрестностях, когда в гостях на даче погуляешь, то есть выходили и на природу покупаться, но это очень сложно, нельзя выпускать их на природу. То есть, если мы выходим на природу пофотографироваться с декоративной, то на одеяльце никуда не стоит выпускать. Они очень восприимчивы к заболеваниям, это так же и осталось все. Боятся простуд, и, несомненно, не стоит никогда выпускать крыску просто на природе побегать на даче по травке. Ну, и последнее. Вот давайте мы развеем миф по поводу еды. Когда-то давно, когда я служил в армии, нас привезли в такое место, где, ну, все было не очень хорошо, и это была единственная ночь в моей жизни, или даже две ночи, когда эти крысы жили вместе с нами, вот эти нехорошие которые. Я прекрасно помню, что когда мы положили, а у солдата всегда есть чего, где попрятать, кусок хлеба или сало, там уж не помню, что было. Вот когда мы с утра встали, то все наши вот эти шкафчики были раскрыты, эти крысы все поработали там. Ну, было настолько, что они даже по нам ползали, это четко помню. Поэтому у меня к крысам особое отношение, трудно себя пересилить. Я к чему веду? Вот вы принесли такую интересную коробочку, с помощью которой мы, кстати, сейчас будем проводить эксперимент. Сыр. Вот эта история с крысами и сыр, что они любят сыр, и тоже какой-то миф вы хотели развеять. Да, это легенда. Если кто-то знает свое, в травниках в средневековье были, начнем рисунок ежика, который несет яблочко. Оттуда пошла вот такая же идея, что ежики запасаются себе, домой, носят грибы, яблочки тоже. И у крысок тоже где-то. Когда-то был сделан гравюрой, рисунок. А больше она происходила из таких вот побасенок именно, что в сыре дырки делают мышки и крыски. А на самом деле... На самом деле это, конечно, плесень, это, в общем-то, и воздушное брожение еще. И поэтому... Но крыскам ни в коем случае, как бы вам это ни хотелось угостить, нельзя давать сладкое, сладкое. И, конечно же, сыр. Легкие, слабо-кисломолочные, там какой-то йогурт, баночку дать облизать из-под йогурта, это возможно. Сыры не стоят, они не усваиваются, и это очень вредно. Несмотря на то, что для крысок нет необходимости чипирования и для мелких грызунов ветеринарного паспорта, хотя это вы можете, но это нет, не обязательно. Но не надо делать так, чтобы вам понадобился ветеринар для ваших малышей, таких, какими являются крыски. То есть сыр, это не их еда. Я вам скажу так, что нынешний сыр и для нас не совсем еда. Вот, скажем прямо. Поэтому, видите, как очень часто параллели с нашим, с человеческим подходом имеют место быть. Итак, мы запускаем сейчас крысу, которую зовут Капюшон, да? Капюшончик. Капюшончик. Впервые в истории он в руках человека, в руках Алексея. И сейчас посмотрим, выберет он что-нибудь из нашей еды или нет. Вроде привык, давайте, запускайте. Попробуй, Капюшончик. Тем более он никогда еще не был на руках. Ой. Была же там еда. Друзья мои, конечно же, знаете, есть такой, во время свадьбы проводится конкурс, когда нарезается очень много-много-много капусты, вот, и приносится к молодым, и молодым говорят, даются им по вилке, вот кто первую копеечку обнаружит в капусте, значит, будет, если муж, то мальчик, если, значит, невеста, то будет девочка. И огромный, с огромным усердием молодая пара начинает эту капусту прямо этими вилками разгребать, ну, в поиске этой самой копеечки. Но копеечки там нет, потому что не нужно ничего искать, и верить нужно в себя. Ну, неужели вы доверите свою судьбу и все свои пожелания просто, даже самой красивой, самой декоративной, самой незабываемой, но крысе? Вы должны сделать сами все для того, чтобы ваши пожелания сбылись. По крайней мере, и я, и наш сегодняшний гость, Алексей Иванов-Зеленцов, специалист по уходу за животными, а у нас их он сколько, обязательно пожелали бы вам, чтобы все то, что вы задумали, сбылось. Это зависит от вас, от ваших родных и близких. Ну, и совсем чуть-чуть от этих замечательных животных, которых называют крысы. Коль 25 января 2020 года этот самый год металлической крысы наступает. С Новым годом, с Новым годом по восточному календарю. Это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. До свидания. С Новым годом, с Новым годом по восточному календарю.